Доброе время суток, ребята. Сегодня мы будем разговаривать о таком проекте, как Аварик Сага. Данный проект уже билдится 3 года. К сожалению, инвесторы закрыты, все закрыто. Но проект выполнен довольно-таки качественно. Сейчас у нас идет компания Pay2AirGrop. К этой компании добавим, что игра вышла первый раз. То есть в нее можно поиграть будет первый раз. У данного проекта уже есть NFT. Их там 8888. И на данный момент цена их составляет примерно около 110 долларов. Это самый минимум. Для игры нам пока не потребуется NFT, поэтому мы можем в принципе спокойно, без вложений абсолютно паутать свои токены. Как нам теперь начать играть? Во-первых, за тест будут давать 840 DC. Это у нас. То, что нам нужно сделать, зарегистрироваться. Можете перейти у меня в телеграм-канале. Будет ссылка на данную игру под видео. Нам нужен Twitter. Мы подключаемся через Twitter. Потом нам нужно будет включать саму игру и подвязать ее. Здесь у нас есть в принципе вся видеоинструкция, если вы заметите. То есть ребята заморочились так, чтобы у вас не было никаких проблем. Подключаем Twitter. Подключаем все. У нас есть мой Twitter. У нас есть мой... Сколько у меня токенов на данный момент ничего нет. Есть DC Adventure. То есть в принципе аэродроп-компания делится на два заголовка. Одна просто социалка, а вторая играть и получать поинты. Видим, здесь можно застейкать своего героя и получать намного больше тех же самых поинтов. Покупать мы его не будем. Есть как бы free-to-play составляющие. Есть квесты. Квесты выполняем, получаем собственно эти поинты. В дальнейшем эти поинты мы будем тратить вот здесь. Открывать сундуки. Получать собственно АВРК. Токен данного проекта. С этих сундуков. И также разные награды. То есть если мы увидим здесь 1500, 100, 50, 25, 10. Здесь какие-то есть кубики. И опять-таки 5, 1, АВРК, 500 поинтов, 100 поинтов. И еще здесь есть поинты. Ну то в общем много всего. И 8 августа у нас откроются вот такие вот награды. Как 10 тысяч АВРК, 50, 25 и соответственно возможность получить героя. И с этим разобрались. Теперь нам интересно за что нам будут давать в игре в самой поинты. Собственно игра довольно таки банально пока проста. Но тем не менее она очень качественно сделана. Окей, так выглядит у нас игра. Там будет небольшое обучение. Самое главное это у нас компания. Она состоит из 4 пунктов. И за каждые 3 звезды, которые вы закрываете ваше задание, вам соответственно начисляются поинты DC. В итоге у нас 40 разделов, из которых у каждой по 3 звезды. То есть 120 звезд. И за каждую звезду дают по 6 пунктов DC. Тут банально все просто. Есть авто. То есть мы сейчас зайдем вот в эту компанию. Я не знаю пройду ее или нет. Потому что там написано, что это хард. Посмотрим. Все банально просто. Единственная проблема это в том, что у нас ограниченная энергия. И приходится проходить по чуть-чуть. Видите, сверху в правом углу можно поставить автобой. Я смотрю, что меня не пробивают. Поэтому все ок. Надеюсь, что я ее пройду. Тут многовато сильно людишек. По поводу игры пока только открыты 4-ти кампании. Есть level up персонажей своих. То есть персонажей вы тоже добрать не можете. Хотя их тут будет довольно таки много. То есть их есть возможность призывать и так дальше. И также там есть еще некоторые, скажем так, особенности. Которые можно, допустим, открывать с уровнями у этих персонажей. В принципе все. У данной игры больше, собственно, тут особо, скажем так, ничего нет. Вот я закрыл на 2 звезды. Очень плохо, придется еще раз ходить сюда. По поводу энергии. Энергия очень долго восстанавливается. А чтобы ее восстановить полностью, нам нужно 1200 вот этих кристаллов. За каждую миссию, новую нам, которую мы проходим, дают по 120 кристаллов. То есть, соответственно, 10 месяцев проходим и возможность есть восстановить эту энергию. К сожалению, чем дальше мы идем, тем больше энергии нам нужно. В принципе, по игре, что тут еще рассказать. Мы можем прокачивать своих персонажей. То есть, заходим на персонажей. Здесь мы можем призывать. Здесь мы можем прокачивать. То есть, заходим на персонажей, нажимаем level up. Если у вас есть книжки, нажимаем на книжку. И прокачиваем сразу уровень. Все. В принципе, это по самому персонажу. Есть обилки для прокачки. Но здесь нужны разные итемы, которые находятся тоже в компании. В принципе, тут нечего рассказывать абсолютно. Чисто из-за того, что банально все просто. И наша задача просто пройти всю компанию. И самым насобирать эти поинты. В принципе, на данный момент это все, что у нас есть по данным механикам игры. Собираем поинты 10 и потом открываем сундуки. Надеемся на то, что нам выпадет хороший airdrop. Что токен будет довольно-таки хорошо стоить по деньгам. В принципе, это все. Спасибо за внимание и до следующего видео.